Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вот и наступило долгожданное время нашей очередной встречи. Мы с вами в прошлый раз отдались без остатка разговору и выполнили много заданий ТРКИ-3 по нему. Кстати, теперь уже стало доброй традицией половину из всех заданий делать вам самостоятельно. А я только даю свои возможные варианты, чтобы вы себя проверили. При этом в разговоре нет абсолютного эталона ответов, а существует только принцип, которому надо следовать. Что касается языкового наполнения, то тут у вас полная свобода действий и творчества. Разве это не прекрасно? Сегодня мы с вами обратимся к одному из фильмов, которые брали в качестве иллюстраций на прошлом занятии. «Ночные забавы» и разберем его с точки зрения аудирования, а потом выполним ряд заданий по другим аспектам. То есть сегодня нас вновь ждет уже, надеюсь, полюбившийся вам комплексный подход. Итак, аудирование «Ночные забавы». Эзепов. Номер 3. Номер 4. По телефону Оля. А. Высмеивает возраст Саши. Б. Берет на веру возраст Саши. В. Ставит под сомнение возраст Саши. Номер 7. Оля оставляет Сашу в квартире наперекур маме. А. Чувствуя в нем необходимость. Б. Назло. В. Держа свое слово. Номер 8. Олю трясет ад. А. Бесконтрольной половой жизни. Б. Мужиков тряпок. В. Неприкрытой лжи. Номер 9. Алеша думает, что... А. Квартиру обнесли. Б. На Аннушку совершили нападение. В. Аннушка пережила инфаркт. Номер 10. Алексей. А. Готов отдать дочь под венец. Б. Обращается к Богу за советом. В. Встает грудью против свадьбы. Номер 11. Эзепов. А. Считает, что муж перебарщивает с фруктами. Б. Полагает, что мужу наставили рога. В. Готов мужа закидать грушами. Номер 12. Эзепов отсутствие носков объясняет. А. Увлечением индийскими оздоровительными методиками. Б. Трудностями в жизни. В. Стеснением из-за плохого качества. Номер 13. Саша. А. На свадьбах и разводах собаку съел. Б. Недавно понес утрату любимый. В. Так никогда и не примерил свадебный костюм. Номер 14. Во сне Саше. А. Сулили романтическое знакомство. Б. Предрекали драку. В. Обещали несусветные прибыли. Номер 15. Работник аэропорта полагает, что... А. Деньги во главе угла. Б. Пузырь правит миром. В. Мир стоит на человеческих отношениях. Номер 16. С женщинами Саша. А. Как ураган. Б. На подхвате. В. Отличается скромностью. Номер 17. Позвонив ночью в случайную квартиру. Саша. А. Собирается произвести обыск. Номер 16. Намеревается упечь хозяина в кутузку. В. Приглашает хозяина на допрос. Номер 18. Посудомойка. А. Поносит Сашу. Б. Боготворит Сашу. В. Осуждает Сашу. Номер 19. Алексей поехал в Туркменистан. А. Продемонстрировав рвение в работе. Б. Согласно слепому жребию. В. Чтобы освободить место в своей кровати. Номер 20. Эзепов. А. Давно в свободном плавании. Б. Ходок. В. Убежденный холостяк. А. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим на выражения, которые встретились. И. Может быть. Многие из них все-таки узнаем. А другие выучим. Итак. Номер 1. Каяться. То есть просить, попросить прощения у кого-либо. Да. Такое немножечко религиозное выражение связанное с... Читали Библию? Ну если не читали, то поверьте мне на слово. Номер 2. Брать на храпом. Получать свое благодаря настойчивости. Номер 3. Фонтанировать идеями. А. Тут легко. Можно представить себе фонтан. Да. Были в Петергофе? Обязательно съездите. Поэтому здесь предлагать множество идей. Множество. Представьте себе фонтан. Огромное количество. Объем воды, который выбрасывается вверх. Номер 4. Любить как кошка. Любить на 100%. Интересное сравнение, правда? Номер 5. Клясть или проклинать кого-то, на чем свет стоит. Очень сильно ругать кого-либо. Заметьте, ругать кого, вы уже знаете. А ругаться на кого, правда? Номер 6. По чьей-то указке. Ну здесь легко. В российской школе указка обычно у учителя. И поэтому учитель способен таким образом показывать ученикам что-либо на доске. Здесь у нас, исходя из приказа кого-либо, да, то есть кто-то указывает или приказывает что-то сделать. Номер 7. Перед носом. Ну это легко. За мгновение до появления субъекта. Перед носом. То есть быстро что-то исчезло. Номер 8. Застукать кого-то где-то и зачем-то. Это сленговое значение. Поймать кого за плохим действием. Номер 9. Плевать плюнуть в душу. Сильно обижать, обидеть кого-то. Номер 10. Ютиться где? Жить в тесноте. Номер 11. Врастать, врасти корнями. Обжиться, привыкнуть к жизни где-либо. Номер 12. Роскошествовать, жить на широкую ногу, богато. От слова роскошь. У нас с вами роскошь уже встречалась на одном из занятий. Номер 13. Кто-то сам не свой от чего. А, и вот это тоже. Помните выражение? Несколько раз уже было. Кто-то очень любит что-либо. Номер 14. Отдавать должное кому? Признавать достоинство кого-либо. Номер 15. Чтить кого-либо, уважать, любить кого-либо. И это вы тоже помните, правда? Когда мы подписываем письмо, мы пишем с почтением, то есть большим уважением. Отсюда слово «почет». Номер 16. Брать, взять что-либо на веру. То есть доверять какой-либо информации. Номер 17. Ставить что-то под сомнение, сомневаться в чем-либо. Номер 18. На зло. То есть наперекор кому-либо. Мы видим здесь зло. То есть вероятно, кто-то не очень будет рад нашим действиям. Номер 19. Держать свое слово. И это вы не только запомнили, но и, конечно, так всегда делаете. То есть выполнять свои обещания. Сказали, сделали. В России так говорят о настоящем мужчине. Ну, в общем, и девушке стоит это делать, правда? Номер 20. Мужик-тряпка. Бесхарактерный мужчина. Номер 21. Неприкрытая ложь. Очевидная неправда. То есть ее даже не прикрывают. Она явная, понятная, легко ее увидеть. Номер 22. Обносить, обнести квартиру. Здесь у нас глагол в корне «носить». И приставка «об», то есть «полностью». И обозначает этот глагол «совершать», «совершить». Кражу из квартиры. Номер 23. Отдавать, отдать кого-то под венец. То есть отдавать, отдать кого-то замуж. Номер 24. Вставать, встать грудью против кого-либо. Выражать негативные отношения относительно чего-либо. Защищать, вставать грудью. То есть вы говорите «нет, не бывает чему-то». Правда? 25. Перебарщивать с фруктами. Употреблять слишком много фруктов. Не надо так много есть фруктов, да? А то проблемы с желудком будут. Номер 26. Наставлять, наставить кому-то рога. Изменять, изменить кому-либо. Как говорят русские, если женщина изменяет мужу, то у него растут рога. 27. Ах, вот еще один наш старый знакомый. Собаку съесть на чем-либо. Это выражение обозначает быть опытным в чем-либо. 28. Нести, понести утрату. Мы знаем глагол «тратить», но в данном случае очень грустное выражение, которое значит «потерять близкого человека ввиду смерти последнего». То есть «умер человек». Номер 29. Не сусветные прибыли, а огромные прибыли. Номер 30. Что-то во главе угла, что-то является самым важным. Помните, мы об этом даже немножечко с вами размышляли в одном из заданий. Номер 31. Пузырь. Сленговое значение. Бутылка алкоголя. Иногда вы слышите, как молодые русские говорят, о, давай возьмем пузырь. Да, здесь не нужно представлять себе мыльные пузыри, да, это именно алкоголь. Номер 32. Стоять на чем? Основываться на чем? Номер 33. Как ураган. Все сносить на своем пути, быть очень активным. Номер 34. Кутузка. Это тюрьма. И номер 35. Слепой жребий. Это случайный выбор. Ну, очевидно, слепой, то есть не видит ничего. Номер 36. В свободном плавании. Не женат. Ну, это как корабль, у которого нет причала. Нет прикола, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Номер 37. Убежденный холостяк. Принципиально против брака. Такие мужчины есть, да. Пришло время освоить новые и повторить старые выражения, которые встретились в этом аудировании. В целом мы можем с вами констатировать, что результат на этот раз уже гораздо лучше, если сравнивать с началом наших занятий. Правда? Ну, значит, мы все правильно делаем. Ура! Итак, задание 1. Вам предлагается отрывок из беседы в институте семьи. Господа, президент поставил вполне конкретную задачу по увеличению рождаемости. Не секрет, что нахрапом эту высоту не взять. А в случае неудачи не исключено, что кое-кто окажется в кутузке. В своих словах, он стоит на необходимости достижения экономического роста в 5-7% в ближайшие 5 лет. Для этих целей кровь из носа нужны новые налогоплательщики с одной стороны и повышение производительности труда с другой. Речь, как мы видим, вовсе не идет о несусветных прибылях, а во главу угла ставится конкурентноспособность страны в условиях изменяющейся реальности. Честно говоря, нам предстоит поломать голову над выполнением этого пожелания, так как достойное существование предполагает достаточно интенсивную работу, а что практически полностью исключает какую-либо личную жизнь. Родители уже не отдают под венец своих дочерей с целью пристроить их под крылышко к обеспеченному мужу. Конечно, в провинции такое, возможно, еще и имеет место быть, но в мегаполисе каждый пытается выбиться в люди, чтобы кто-то не увел перед носом желанную должность, а с ней и возможность раскошествовать и жить в свое удовольствие. Дети при этом отходят на второй план, а порой и вовсе воспринимаются в качестве преграды на пути к цели. Не могу в полной мере разделить вашу точку зрения. Бум рождаемости, который пришелся на 2016-2017 годы, достаточно наглядно опровергает ваши доводы. Одновременно количество разводов все еще достаточно велико, но стабилизировалось, например, на одинаковых значениях. С чем это связано? Как ни жаль, в этом наших заслуг уже практически нет. Прагматичный подход диктует новую моду, когда в порядке вещей становится роман на рабочем месте, что предполагает наставление рогов своему благоверному. Конечно, формально можно быть вполне довольными подобным положением дел, так как получилось убить двух зайцев, и прирост населения наблюдается, и работоспособность растет. Только вот можем ли мы таким способом уродовать само понятие института семьи, который предполагает возможность каждого его члена встать грудью за другого при необходимости? Если при СССР люди ютились в коммуналках, но жили душа в душу, а потому была уверенность друг в друге, то теперь плюнуть в душу родному, в общем-то, человеку – ха, обычное дело. С моей точки зрения, есть вещи, которыми мы не можем жертвовать в угоду даже самым прекрасным целям. Не все в этой жизни измеряется в денежном эквиваленте. Трудно спорить с очевидными вещами, но как вы предлагаете выходить из сложившейся ситуации? Вот правительство на днях предложило увеличить пенсионный возраст. Так общество уже гудит, как растревоженный улей. Между тем, мы говорим всего лишь о проекте, который по факту не ударит по пенсионерам, а оставит их постоянные попытки свести концы с концами в прошлом, подарив достойную пенсию. Никто не собирается с этим перебарщивать, отодвинув срок выхода на заслуженный отдых на несколько лет и постепенно. Это с учетом повышения средней продолжительности жизни никак не скажется на возможности человека насладиться всеми прелестями жизни на старости лет. Кроме того, благодаря активности старшего поколения мы сможем развязать руки молодежи, которая получит возможность заняться семьей. Моральные принципы не должны ставиться в такие условия, когда их соблюдение ведет к потерям в качестве жизни, например. Их стоит культивировать день за днем, но лишь для того, чтобы они не дали слабину, случись какая-либо непредвиденная ситуация. Если мы оказываем давление на что-либо, то неизбежно произойдет кризис. Таким образом, мы поставлены перед необходимостью сохранить традиционные семейные ценности, а саму ячейку общества преобразовать согласно требованиям времени. Мы собаку съели на разного рода реформах, но в этот раз масштаб настолько существенный, что мы не можем позволить себе дать слабину или совершить ошибку. Я бы добавил отдельной строкой нововведения, которые существуют уже, например, в Японии. Как известно, там существует налог на бездетность, так, что убежденные холостяки и те супруги, кто живут ради удовольствия, платят деньги в государственную казну. Эти средства, в частности, формируют материнский капитал, который является существенным подспорьем для тех, кто раздумывает над вторым или третьим ребенком. В беседе прозвучали следующие мнения. Повышение пенсионного возраста должно быть здесь и сейчас. Неисполнение наказа президента может повлечь лишение свободы. Эгоистичный образ жизни встанет в копеечку. Институт семьи в реформах ДОКа. Разводы остались в прошлом. В советское время лавина разводов накрыла страну. Для любого родителя мечта отдать дочь за богатого. В крупном городе необходимо быть в тонусе. Люди стали дольше жить. Интрижку в офисе днем с огнем не сыщешь. Неплохо поработали над чтением, правда? Теперь бы упражнение на лексику. Что ж, должен вам открыть тайну. Я исполняю ваши желания. Итак, задание два. Номер два. Вставьте нужный глагол. Номер один. Понятия не имею, что у тебя во главе угла. Номер два. Тебе доставляет удовольствие, мне в душу. Номер три. Такое чувство, что ты корнями в этот город. Теперь гораздо труднее квартиру, так как у каждого сигнализация. Номер пять. Давай не будем под сомнение прописные истины. Номер шесть. Он отличается тем, что... Слово. Номер семь. Хотел бы должное нашим родителям. Номер восемь. На новой работе ты буквально идеями. Номер девять. Мужу тряпки, жена рога. Номер десять. С легким сердцем отец. Дочь под венец за хорошего человека. Осталось написать небольшое письмо, которое подведет итог нашему сегодняшнему занятию, продемонстрировав, каким образом рассмотренные и изученные выражения могут употребляться в разных аспектах ТРКИ-3. Итак, задание три. Напишите письмо другу по мотивам прочитанной статьи в газете, в котором... Определите проблематику, в котором укажите название издания, представьте все точки зрения на проблему, рассмотрите пути развития ситуации, сделайте прогноз, выскажите свое мнение. Муж тряпка. В современном мире многие понятия, о которых мы узнали еще в детстве, претерпели серьезные изменения. Феминизм и эмансипация перевернули мир с ног на голову, предоставив сначала равные права, а потом дискриминировав мужчин. Стоит ли удивляться тому, что в декрет уходит мужчина, а женщина понятия не имеет о распашонках и пеленках? «Психологи столкнулись с ситуацией, когда мужчина пытается не защитить женщину и обеспечить ее всем необходимым, а пригреться на ее груди, так сказать, придя на все готовенькое», – отмечает новому времени директор клиники современной медицины Адвекс Антон Самойлов. По большому счету, не стоило бы акцентировать на этом внимание, так как способ быть счастливыми выбирают как раз только два человека, которые создают ячейку общества. В конце концов, кому какое дело? Кто в фартуке режет салат? «Но парадокс в том, что смешивание моделей поведения в обществе уже привело к росту количества гомосексуальных браков и брачных контрактов. Эти показатели способны подорвать саму систему функционирования общества. Элементарно будет не хватать детей, так как некому будет рожать. Кому-то по физическим соображениям, а кому-то ввиду чрезвычайные занятости на рабочем месте». Предостерегает Анна Симоненкова, директор Центра социологических исследований Российской Академии Наук. Есть и субъективные моменты. Муж-тряпка не может сформулировать свое мнение и не принимает никаких решений. А потому дети в семье получают изначально неправильную установку, которая, как круги на воде от брошенного камня, будет вызывать все новые проблемы в будущем. Не видя перед собой примера мужского поведения, мальчик вырастает или рохлей, или закомплексованным субъектом. «Посмотрите на молодежную моду, которая превращает мужчин в женоподобные пародии. Такими темпами мы рискуем растерять свой генофон безвозвратно». Сокрушается Алина Брызгалова, мать троих детей. Пока мы с вами цокали языками и призывали к ответу мужей тиранов, в мире появилось куда большее зло. Рукоприкладству нет прощения и объяснения. Но аморфное нечто в белых пушистых тапочках без своего мнения – это путь в никуда. Привет, Андрей! На днях я прочитал в новом времени статью о взаимоотношении полов и спешу тебе о ней рассказать, так как ты всегда живо интересовался этой темой. В тексте сообщается о смене ролей в современном обществе, когда мужчина начинает выполнять традиционные женские обязанности. Ухаживая за детьми или готовя обед, а женщина тем временем становится добытчиком в семье. Как отмечает директор клиники Адвикс Антон Самойлов, мужчины сами не свои от легкой жизни, а вся их бравада превращается в неприкрытую ложь. Мужские поступки обесцениваются, так как держать слово и поступать по чести выходит из моды. Теперь во главе угла баснословные прибыли, которые может себе позволить женщина. А мужчина этим пользуется, показывая дурной пример своим детям, как уверяет Алина Брызгалова, родившая троих детей. А ты согласен с такой постановкой вопроса? Ведь, скажем, Анна Симонянкова полагает, что подобное положение вещей ведет к вырождению человечества. Она знает, что говорит, будучи директором социологического центра. Впрочем, с моей точки зрения, если нам что-то и грозит, то уж никак не в обозримом будущем. К тому же государство уделяет этой проблеме все больше внимания. А, например, в России глава государства всячески поддерживает традиционную патриархальную модель семьи. Как ты думаешь, можем ли мы спать спокойно, не опасаясь за будущее? Жду с нетерпением твоего ответа. Твой Иван. На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Буду рад нашей новой встрече. Русский парень в огне не горит. Русский парень в воде не тонет.